В воздушной гавани Ингушетии мы не раз встречали наших спортсменов, триумфаторов, всероссийских и международных соревнований. Наши земляки заявляют о себе на мировых аренах. Один из них и Мухаммад Евлоев, бронзовый призер летних юношеских Олимпийских игр 2018 в Аргентине. За исходом событий этих сфаток следила вся республика. Ингушский борец греко-римского стиля представлял в Буэнос-Айресе Россию. Это у него без всякого преувеличения получилось весьма удачно. Свой выход в полуфинал воспитаннику спортклуба Ади Ахмад пришлось уступить иранскому борцу со счетом 5-3. После чего Мухаммад Евлоев провел два беспроигрышных поединка, что позволило ему подняться на третью ступень пьедестала почета и забрать заслуженную бронзу. Первый сфат геранца 3-0 вести, дежуешь, полтора минуты, но ошибка, балл, дадан, дадан, ищешься. Второй сфат бразильца 7-0 выиграет и третий за третий Египет 12-2 выиграет. Я хотел поблагодарить всех, кто пришел сюда встретить меня и кто болел за меня, переживал масса авария с холшо. Пробиться на самые престижные соревнования было нелегко. Для этого спортсмену пришлось пройти многочисленные отборочные этапы. Свой титул чемпиона Европы он защитил еще в мае. Тогда Мухаммад Явлой вышел лидером в пяти битвах с борцами из Греции, Венгрии, Эстонии, Литвы, а в финале победил соперника из Турции со счетом 9-2, показав блестящий результат и тем самым став первым борцом-классиком Ингушетии, который смог добиться высшего результата на первенстве Европы. Именно тогда он и завоевал свою путевку на Олимпийские игры. Выступил хорошо, не сказать, что отлично, потому что как тренер должен был выехать Руслан Белгароев в Буэнос-Айрес. Но получилось так, что он попал в больницу в последний момент. И, соответственно, Мухаммад, он такой ученик, он очень послушный ученик в плане схватки, мы его ведем постоянно. И он по плану работает. И так как с ним ни Руслана, ни меня не оказалось, пришлось самому как выкарабкиваться. Но бронза тоже достойная медаль на юношеской Олимпиаде, так как на юношескую Олимпиаду попадает только лучший из лучших. Сборная России привезла из Аргентины 59 медалей, из них 29 высшие пробы. И это рекорд для команды. Поздравить чемпиона не могли не приехать воспитанники родного спортклуба Ади Ахмад, который вместе со всем тренерским составом искренне радуется победе своего земляка и хорошего друга. Третьи летние юношеские Олимпийские игры сортовали в Аргентине в начале октября. Почти 4000 спортсменов от 16 до 18 лет разыграли медали в 32 видах спорта. И то, что ингушский борец в столь юном возрасте принимает участие в таких масштабных соревнованиях – большое достижение для республики. Во все олимпийские виды спорта все мечтают дойти до Олимпиады. Призером станет победа, вообще об этом не говорится одним словом. А вот этот парень стал призером на этих юношеские Олимпийские игры. То есть он в своем возрасте дошел до вершины. Но немного не хватило. Может из-за того, что рядом тренера не было, может какие-то эмоции, всякое бывает. Но главное, он стал призером, он вошел в историю, в историю Григориевской борьбы, в историю ингушского спорта. Планы у спортсмена грандиозные. Временный перерыв на отдых, затем снова покорение новых спортивных вершин. А цель у Мухаммада одна – в скором времени забрать свое заслуженное золото. Что лишний раз доказывает, имя этого чемпиона прогремит еще не раз. Зелимхан Калоев, Майрбек Мержоев, Новости 24.